Приветствую вас! Первое, что хочу вам сказать. Ага, перестаньте читать всевозможные книги. Любую проблему, каждую проблему нужно рассматривать индивидуально. Ваши проблемы начинаются с того, что вы в разводе. А у развода есть причина. А у этих причин есть основания, которые и повлекли за собой развод. И то самое состояние, в котором вы сейчас, скорее всего, находитесь. И исходя из этого, совершенно мало будет разобрать ваше поведение, которого вам нужно придерживаться здесь и сейчас. Совершенно мало. Исходя из того, что вы написали, нужно смотреть в раннюю, в ранний период. Когда вы с мужем разводились, дабы определить, что именно привело к разводу с мужчиной. Как вы его пережили и, собственно говоря, пережили ли. Вот это нужно в первую очередь исследовать. Дальше. Ну, совершенно очевидно, что если мужчина вам, значит, писал, а потом писать, значит, перестал, вот. То совершенно очевидно, что вы вправе один раз ему позвонить и узнать, как у него дела. Просто это не чужое для вас желание. И после, уже после того, как вы узнаете, как у него дела, действительно принимать решение. Но решение принимать самостоятельно. То есть, вам нужно самостоятельно принять решение относительно того, как будет развиваться ваша дальнейшая жизнь. С ним или без него, абсолютно не важно. Вы говорите, что я нахожусь в подвешенном состоянии. Но это ваш выбор, находиться в подвешенном состоянии. Вам, ну, я не знаю, может быть, нравится находиться в подвешенном состоянии. Или вы просто не желаете принять окончательное решение, потому что знаете, что за этим последует. За этим последует опять, возможно, одиночество, которого вы боитесь, которого вы стремитесь избежать. Но состояние неопределенности, это ваше состояние. И вам, именно вам, нужно это состояние менять. А вы, вы ожидаете, что это сделает мужчина за вас. Знаете, такая история. Что и влечет за собой такую ситуацию, что вы в подвешенном состоянии. Вы спасаете жертву. Дальше. Познакомилась с мужчиной два месяца назад. Но два месяца назад строк был очень маленький, ему 37 лет, два ребенка в разводе. Из-за чего мужчина в разводе? То есть тот же момент, если он развел, значит у него тоже есть какие-то проблемы. Не обязательно, фатально. Но есть. Ведь по какой-то причине он развелся. Понимаете? Это тоже нужно узнать. Далее. За два месяца вы пишите, что вот за два месяца вы встретились по сути всего лишь два раза. Да? Вот. Это очень мало. Это очень мало. То есть за два месяца, по два раза это почти ничто. Переписки и созвоны это ничего не значит. Там это все это дистанционные, ну, дистанционные отношения, но это ничего не значит. То есть здесь опять же с вашей стороны возможно выдавание желаемого за действительное. Вот. Ну, возможно. Не говорю, что обязательно так, но возможно. Вы возможно выдаете желаемое за действительное. Вот. Возможно. Я не говорю, что это обязательно. Так. Так. Вот. Поэтому мне представляется ситуация, что здесь нужно очень тщательно все проанализировать. Вот. Чтобы, значит, вы не совершили ошибок каких-то серьезных. Ну. Чтобы не было серьезных ошибок у вас. Вот. Вот. Дальше идем. Так. В последней неделе пропал он, а сообщения не отвечает. Так он их даже не отвечает. Рисовал обыденный привет, но тишина. Обыденный сразу перезванивал. Ну, а непонятно где вы писали сообщения, были ли он в сети или нет. Работать в неделе сказалось о встрече, но встречи не было. Подходит к концу очередневной недели. Поздравился с праздником. У меня отправил к обычной смерти пока тишина. Ну, если он вообще не заходил в социальные сети, то это не повод переживать. А, что делать? Не знаю. Он стал находиться в подвечном состоянии. Так. А. Что за подвечное состояние, если мужчина просто завал? То есть. Кто мешает заниматься вам злыми делами, общаться с мужчинами, с мужчинами, взаимодействовать и т.д. и т.п. Если мужчина может позволить какие-какие дела у него не были оставить, грубо говоря, свою женщину вот на столько времени, да? То это значит, что либо он считает, что вы от него никуда не делитесь, либо он настолько самоуверен, либо у него там действительно какие-то серьезные вещи случились. если у вас нет прям связи, то это не одна связь, что вся ваша жизнь остановилась. А вы ведете себя, к сожалению, именно так. Как будто вся ваша жизнь в буквальном смысле этого слова остановилась. Вот. Вот, конечно, высма тревожных звоночек. Вот. Потому что, ну, потому что так быть, конечно, не должно. Не должно быть такой истории, что если человек куда-то исчезает, да, если человек пропадает, то что вы, как бы, ну, всё. Вы сразу уже не знаете, что делать и попадаете в апатию. Так получается, что весь смысл вашей жизни, да, завязан на нём. Получается так. А что остаётся помимо этого? Что остаётся помимо, ну, помимо него? Что остаётся лично для вас? Какие лично у вас ценности, какие лично у вас интересы? Интересы. Да? Вот. Вот это важный момент. Я полагаю, что то, что вы устали быть в подвешенном состоянии, это говорит, что, говорит о том, что вы чего-то хотите, у вас есть какие-то желания, и они не реализуются. И вы решили, что мужчина это тот, кто даст вам это желание. Кто, ну, поможет их реализовать. Только в том, что, ну, только в том, что вы с мужчиной виделись не так много времени, чтобы чего-то ожидать, да, и на что-то рассчитывать. Я понимаю, что хочется. Я понимаю, что хочется. Но хочется и есть. Хочется и есть. Это разные вещи. Поэтому мне кажется, что вам здесь вот нужно все-таки более реалистично смотреть на эту ситуацию. И больше внимания обращать именно на свои чувства. На то, что вы чувствуете. На то, что вы ощущаете. На то, что вы хотите. На то, что вам нужно. Вот. А дальше вы пишите, может конкретно спросить его, и как правильно написать, ждать чего-то мне или нет. Я уже не в том возрасте, чтобы играть в прятки. Ну, то есть здесь вот у вас, видите, сразу какой-то переход происходит. То есть, вот, были взрослые отношения. Да, у вас все было хорошо. Мужчина, дела его нет. То есть там, как бы, ну, это выбор человека. Вот. Значит, 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 и все. И тут же вы уже говорите про то, что можно его конкретно спросить про отношения и так далее. Вот. А вы так уверены, что у вас отношения были? А вы так уверены в том, что мужчина вам что-то обещал? А вы так уверены, что он поддержит, вот, собственно, ну, диалог ваш? Понимаете? Какой момент? Какой момент? То есть тут опять же, опять же, здесь какой-то страх. Здесь опять же ваше желание. Вот. Вы можете спросить, все ли у него в порядке. Это единственное, что вы можете спросить, как и позвонить ему, ну, с этой же, с этой же целью узнать, все ли у него в порядке. Вы можете. Да. Но не больше, не больше, не меньше. А дальше это будет уже нарушением его личного пространства и все. И, по сути, вы его этим еще больше, больше отполкнете. Вот. Вот. Чего хотите вы, Светлана? Что вам нужно? Чего вы боитесь? Ага. Чего конкретно вы ждете? Вот. Вот на эти все вопросы постарайтесь найти ответ. И тогда я полагаю, что ситуация будет для вас гораздо проще. Но то, что вы сейчас ответственность перекладываете на человека, это очевидно. Вот. Дальше, значит. Так. Начиталась книга. Для чего? Везде советую. Первый не звонит, отпустит эту ситуацию и плыть дальше. Правильно, Свет? Совет правильный, только еще раз повторю. Вопрос ожиданий, вопрос ваших желаний и вопрос элементарной вежливости. Никто не отменял. Вот. А дальше. Ситуация бывает разная, у него работа, он постоянно находится в разъездах, постоянно мотается по нашей области. В Москву ездит, товар разводит. Я, конечно, понимаю, что он встает. Не досыпает, но не могу понять, почему игнореет, не отвечает на смс и не звонит. Ну, опять же. Либо не хочет, либо нет возможности. И вам нужно просто проверить его, а дальше, действительно, заниматься своими делами. Потому что это ваше желание, не ваше желание. Они, как бы, сами себя не реализуют. Вот. Это то, что вам можно сказать здесь. Вот. А вопрос вас волнует этот, ну вот вопрос, почему он вас игнорирует. Потому что вы сами, значит, боитесь потерять что-то с этим молодым человеком. Вот. Но только, опять же, это не его проблема, а ваш. Да? Вот. Сама я им ни разу не звонил. А почему не звонил? Хочу показаться навязчивой. А что навязчиво в том, что вы ему сами позвоните? Откуда такой страх быть навязчивым? Вот. Какие травмы у вас связаны с этим? Откуда они уверены в себе такого рода? И можете ли вы быть с такими, с такой неудовлетворёнными, с такими сомнениями в себе, по страхами, полноценным, независимым партнёром в отношениях? При том, что у него есть двое ребёнка, с которым вы станете матерью? Подумайте об этом. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Если вам понравилось, то пос скорее всего в ответ base у вас было видимо отправиться подходом на узб Terre. Ура.